Привет народ, добро пожаловать на наши посиделочки. Сейчас одним дублем, потому что лучше так, чем совсем никак, разбираем с вами трейлер к третьему эпизоду. Что мне не нравится, то что HBOшники вообще настолько на полную включили секретность, что они даже название эпизода нам никуда не сливают, не рассказывают. Например, то, что прошлый эпизод назывался «Рыцарь семи королевств», мы узнали вообще только на следующий день после выхода самого эпизода. Даже на самом канале HBO ты включаешь эпизод, написано «8.2». По поводу предстоящего эпизода у меня есть догадки, что его просто назовут «Битва в Интерфелле», потому как тут уже, в принципе, ничего секретного нет. По всем кадрам, по всему, что мы только и видели, по всему слитому показана «Битва в Интерфелле». Так что давайте поговорим о тех моментах, которые нам показали. Если вдруг что-то я не заметил или запнулся, прошу простить меня великодушно. И, конечно же, в комментариях пишите то, что, например, я не заметил. Начинается трейлер с того, что выстроена армия со всех сторон. С одной стороны, мы знаем, будет оберегать фронт Бриан вместе с лордами долины, и Джейми будет с ней. Потом с другого фланга будет находиться Джором Армонт вместе с дотракийцами. Потом, скорее всего, впереди будет находиться армия безупречных, которой будет руководить, естественно, Серый Червь. Нам показаны выстроенные войска, построенные катапульты. Мы видели на протяжении прошлого эпизода, как рылись траншеи. Помните, когда там и мост складывался, падал вовнутрь? Скорее всего, он такой себе мостик, который поднимается и закрывается для того, чтобы, например, армия могла отступить к Винтерфеллу, а после этого его схлопнуть. Точно мне так кажется, что, исходя из всех кадров, из-за такого оранжевого освещения, что будет очень много огня. И не только произведенного драконами. Скорее всего, эти траншеи будут заполнены маслом и подожгут для того, чтобы был огонь. Мы знаем, что простая нежить, она не могут пройти через этот огонь. Мы знаем, что ходоки спокойно этот огонь преодолевают, но нежить не может. Очень многие говорили, почему, когда они были в Королевской гавани, они попросили дикого огня, тем более, что Тириан знает про то, что есть залежи этого с этими горшками под Королевской гаванью. Мы знаем, что Серсея использовала для того, чтобы взорвать храм, церковь, собор Бейлора. А вот видите, вот что значит, когда записываешь одним дублем. Она использовала для того, чтобы септу Бейлора взорвать. И кто знает, нашла ли она другие залежи или нет. Потом эти горшки уже настолько там долго стояли, что помните, даже когда Тириан приходил и спрашивал про новые испеченные, скажем так, изделия, говорилось настолько они нестабильные, что они могут просто сгенерировать прям так в руках. Поэтому, мне кажется, и не просили никакого дикого огня. Конечно же бы Серсея бы сказала, не знаю, никакого дикого огня не видела. Алхимики существуют только в Королевской гавани. Так что поэтому дикого огня никакого быть, естественно, не может. Но такое пламя, если зальют там смолой и маслом, подожгут, то, скорее всего, сделают по вот этой траншее такой себе огненный рубеж. По крайней мере, это будет выглядеть красиво. И говоря о красоте, мы видим в трейлере один из кадров. Ну, этот кадр мы видели уже и раньше. Как серый червь одевает шлем. Готовы, конечно, мы тоже готовы. Главное, запасаемся носовыми платочками. Тут давайте я немножко отъеду в сторону, для того, чтобы вы поняли весь прикол этого кадра. Видите? С этой стороны находится Винтерфелл. Дайнерис и Джон наблюдают за этим откуда-то с горки. Мы помним, что в конце прошлого эпизода кто-то сказал, о, наверное, Дайнерис психанула, глянула на Джона и куда-то пошла. Нет, она просто дала ему знак. У них уже есть договоренность, кто чем занимается. Главная цель в следующем эпизоде, это заманить всех, отвлекать всех и заманить короля ночи именно к чар-древу, которая находится в Богороще, прям в Винтерфелле. И, скорее всего, рядом с Браном там будет находиться, как мы уже знаем, должен находиться Теон со своими железнорожденными, железнодорожными. А Дайнерис и Джон, они же, когда шла дискуссия, когда совет был военный, они спросили, а драконий огонь может повредить королю ночи? Значит, они попытаются полыхнуть на него огнем, именно огнем дракона. Мне так кажется. Они будут вот находиться, придерживать вот эту высоту вместе с драконами до тех пор, пока они не увидят, как король ночи приземлится в Богороще, и тогда они туда уже направятся для того, чтобы помочь Бранному. Конечно же, у Джона шило в одном месте. Как это вот он будет стоять здесь, наблюдать? Мы знаем, что, конечно, Джон может очень много чего говорить, что он там сильный боец, он воевал там и здесь, а на битве бастардов Рамси его очень легко спровоцировал. У них был какой план? Они должны были стоять все около леса, и когда армия Болтонов пошла, они имели бы какой-то шанс. А так как Джон, у него крыша поехала, он побежал вперед, и всей армии пришлось его поддерживать. Вот в этом и загвоздка получилась. Мы слышим на заднем плане, как одна из реплик Дайнерис, она говорит, что мертвые уже здесь. Что это может значить? Кто-то... И это еще до того, как Джон побывал в сражении. Мы сейчас к этому кадру придем. Может быть, он когда увидел, скажет что-то, о, нет, Бран же может умереть, или еще что-то, или смерть к нам идет, или она ему скажет, устаканься, успокойся, подожди. Мертвые уже здесь. Уже все, смерть уже и так здесь. Кстати, пока показывают эти кадры, мы слышим слова Сансы, которая говорит, что самое героическое, что мы можем сейчас сделать, это посмотреть правде в глаза. И не знаю, как вы, ребята, может быть, послушайте на английском языке и скажите, напишите в комментариях, прав я или нет. Но такое впечатление, что Санса говорит, как будто бы уже ей абсолютно все равно. И вроде бы как, чуть ли даже не на последнем издыхании. Не знаю, либо Сансу ранят, либо она будет пытаться удержать Винтерфелл до последнего. Может быть, она, умирая, говорит эту Джону, чтобы он собирался и улетал отсюда, забирал... Все, кто остались живых, садились на драконов и улетали. Она там будет удерживать Винтерфелл до последнего. Не знаю, как лично она сможет удерживать Винтерфелл. Может быть, именно вот эта фраза и обозначает, что нам нужно посмотреть правде в глаза. Какой правде в глаза? Что Винтерфелл пал? Что еще может быть? То, что она умирает. То, что они протеряли Брана. То, что в следующем эпизоде половина каста умрет. Это тут как бы хоть к бабке не ходи. Очень многие должны погибнуть в следующем эпизоде. Кого-то еще оставят умирать на пятый эпизод, но многие должны будут погибнуть в это воскресенье. Так что пишите, что вы думаете, о чем именно Санса говорит, что нам надо посмотреть правде в глаза. Теперь. Мы видим, что Сэм находится среди армии. Что ему не сиделось в криптах. Его отправляли сидеть там вместе с маленьким Сэмом. Но, естественно, он меч держать не может. Но что он сможет? В принципе, мы можем сказать, да, Сэм же он самый первый, кто убил белого ходока. Ну, все могут пригодиться. Мы видим, что Ария и Санса наблюдают тоже за битвой. Этого кадра мы еще раньше не видели. Они находятся на стене. Правильно. Как хороший правитель должен мотивировать свою армию своим присутствием. Тем более, что Дайнерис не там. Этот кадр мы уже видели с луковым рыцарем, сэром Давосом. Также мы видим в крипте это уже точно Ле, Гилли, на английском языке, невеста, жена, возлюбленная Сэма, с маленьким Сэмом, и Варис. И тут тоже один из таких моментов. Постоянно говорят, что крипта все должны туда прятаться. Вспомните, если этого не произойдет, я буду очень разочарован. Потому как я восстание мертвых в крипте предполагал еще до выхода седьмого сезона. Можете, кому интересно, можете походить, пойти посмотреть. Задолго там до всяких мувишмейкеров и тому подобных товарищей, которые утверждают, что это они первые об этом сообщили. Такую теорию я предположил еще до начала седьмого сезона. И если этого не произойдет, я буду ну прям суперски разочарован. Потому что если начнут вставать мертвые в крипте, это будет в духе Мартина. Естественно, вы можете со мной поспорить и сказать Твистер, да, они же там накладывали какое-то заклинание для того, чтобы мертвые не вставали. Кто-то писал там, мечи давали, плитками прикладывали, там кости. Может быть в книге и не будет, но для сериала тогда хотя бы это будет зрелищно. Это будет по-настоящему зрелищно. И тогда это будет объяснять, почему Ария такая припуганная. Но ждем. И таким образом мы сможем сказать Варису до свидания. Он может погибнет одним из первых в этой крипте. так тоже по освещению кадрам мы знаем, что Тириан находится тоже в криптах. Но посмотрите на этот взгляд. Что-то он услышал, что-то происходит. Так что дайте, дайте мне мертвецов пожалуйста в следующем эпизоде восставших Старков. И тогда мы можем этим самым объяснить реплику Дайнерис, что мертвые уже все равно здесь. Так. Теперь мы уже видим Джона уже после того, как он налетался на драконе. Что-то его шокировало. Скорее всего в Богороще все горит. И если просили бы меня, например, делать ставки, если бы дали бы мне денег и привели бы меня к этому, к букмекеру, чтобы не свои деньги тратить, а вот левые совершенно никому не нужны, я бы поставил на то, что Бран погибает в третьем эпизоде. Так что и Винтерфелл слили, и все. А только группка какая-то успеет спастись. Потом этот момент скорее всего еще до битвы показывают. Нам нарезку дают, чтобы специально запутать. Теперь перепуганная девочка Ария, мы уже это видели. и раньше видели и этот момент, как пес вместе с Дериком Дондрионом где-то в Интерфелле. И опять-таки, почему ходить внутри по замку с оружием, на готове? Почему? Скорее всего, что кто-то из мертвых постали внутри и нападение начинается изнутри. Но это было бы интересно и зрелище. Теперь тут быстренькие кадры. Я сначала подумал, что это летит восставший Визарион с Королем Ночи. Но ничего не светится, синих глазок нет. И по вот этому небольшому размытому силуэту кажется, что это Дейнерис, что она просто летит на своем Дрогоне. Так что на своем Дракарисе. Эти кадры этого кадра мы раньше не видели. Вспоминаем лук и стрелы. И тут такая себе хорошая отсылка в первый сезон. Помните, когда Теона Одичалы схватили и Роб пытался его спасти. Он держал меч и Одичалый который держал нож говорит брось брось оружие. Бран говорит нет, если ты бросишь они убьют нас обоих и в этот момент выстрел из лука и Теон убивает этого Одичалого. Они там еще как раз с Робом поругались. Но это вот такая вот красивая отсылка. В тот момент именно тогда Теон спас Брандона. Именно с выстрелом из лука. Но сейчас у него-то пальцев не хватает на руках и на ногах. Ну по книге у него семь пальцев только осталось на руках. По фильму у него вроде бы только как оттяпали мизинчик. В принципе должен будет стрелять нормально. Ну посмотрим. Промахнется ли? А может он так промахнется, что Брандону промежглаз глаз и засадит эту стрелу? надеемся, что нет. Но тем не менее вот такая вот отсылка к первому сезону. Наверное вы все вспомнили. Скажете Твистер, да мы вообще что, глупые тут? Ну красиво, красиво. И тоже видно, что уже все и снег, и огонь, и бога роща, и бога божья мать, и все. Все тут у нас все вместе. И даже Джон со своим мечом загнали Короля Ночи в ловушку, но я не думаю, что им получится его здесь убить. Вот это та реплика, когда Дейнерис говорит, что мертвые уже здесь. Ну и последненьким таким кадром мы видим, как Джейми вместе с Брианной и также рыцарями долины она кричит держать оборону, но конечно она тут так накричала, что это вот ну легко можно в новый мим вставлять. Прям знаете маска Хэллоуин был фильм такой крик, крик, там убийца был такой у него белая маска с открытым ртом. Вот ну точная копия. Ну конечно страшно. она пытается испугать мертвецов, они посмотрят, думают господи, здоровая баба так орет, шли мы обратно в лес, пошли еще за стеной потусуемся. Ну ее нафиг безумную такую, еще покусает, не дай бог. Ну вот, в принципе, вот и все кадры, вот такой вот небольшой разборчик. Если вам подходит такой формат, что лучше вот так, чем вообще никак, потому что времени, ну практически нет, стараюсь монтировать и смотреть и доносить до вас, если вам нравится такое, то конечно маякните мне своими большими пальцами вверх, чтоб я знал. Ну а на сегодня мой дозор, обзор, разбор окончен. Ждем с вами посиделок в воскресенье на моем канале с ребятами. Будем обсуждать второй эпизод и трейлер к третьему будет у меня на канале. Все. А сейчас уже действительно все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok